Почти год прошел с окончания последнего сезона «Наследников». Это черная комедия, то, что наполнит годовой пробел. История в Центральной Европе, где есть тоталитарная диктатура, главой которой является канцлер Елена Вернон, она глава, паранойя, страх, отрыв реальности и ужасные зверства, игнорируя права человека, происходят под ее присмотром. Пока выпущен один эпизод, установлена основа для шоу, которая, кажется, будет черным юмором и даст сатирическое представление альтернативным реальностям. Давайте перем к видео и разберем все, что можно вынести из этого первого эпизода. Здесь объяснение окончания первой серии режима. Просто хочу предупредить, в этом видео будут спойлеры. Этот эпизод начался с красивого пейзажа. Это напомнило мне дворец Шенбрун в Вене, Австрия. Дворец, который я посетил пару лет назад. На вершине горы или на равнине, его видно издалека, ощущение было похожим. Мясники зоны 5. Первое, что услышали в сериале. Солдаты убили 12 протестующих против кобальтовых рудников. Кобальт полезен для страны и привлекает американцев. Он был плох для людей района, он создавал загрязненный воздух, грязную воду, ухудшая качество жизни. Один из солдат, участвовавших в резне, был Герберт Зубак, известный как Мясник. Францлер желала такого человека, не жалея о посланных туда мужчинах вопреки критике. Майя противоположность тому, как мы видели ее, выступая перед публикой, говорящей о любви к ним. Кажется, ее любовь к людям вымышленная, она убила бы их, если бы нуждалась. В знакомстве с Гербертом Зубаком узнали он из Вестгейта, страны сахарной свеклы. Елена восторженно говорит о необыкновенности места, Зубак же не согласен. Первый знак отрыва Елены от реальности, хаоса, царящего в стране, почти за пределами ее великолепного дворца и угодий. Вероятно, будет много нищеты. Людей страдающих, людей в бедности. Все эти происходят под ее присмотром. Мы также узнали, что родители Герберта умерли, что, я думаю, может говорить о состоянии мира, которое происходит за этими дверями. Внешний мир мы пока не видели. Но, судя по тому, что мы слышали у Елены интервью с мужем, кажется, что идет крайняя слежка, а также строгое правило, которое действует для граждан. Лицо солдата, который стрелял снаружи дворца и охранял его, говорило о многом об этом, а также о том, что протестующих заставили замолчать из-за того, что их убили. Это показало, что права на мирный протест не было. Нас заставили поверить, что канцлер находится в опасности из-за влажности и влажности, которая была в воздухе. Его сглавили Сьюзен и врач канцлера. Елена унаследовала от отца дефицит ААТ. Что означало, что у нее был более высокий риск болезнь легких. И это было то, чего она очень боялась. Боялась, что она умереть и потерять власть, которая у нее была и ради которой она всегда работала. И потому, что мы слышим о ней, она взяла партию отца, которой он никогда не добивался успеха, и преобразовала ее до уровня, на котором она сейчас, победив своего оппозиционного канцлера Эдварда Кеплингера. АК, несмотря на проблемы со здоровьем, она была готова не обращать внимания на встречи с важными людьми, например, с американцами, с которыми она планировала заключить сделку. Когда Герберт помешал ей пожать руку, она выплеснула свой гнев к нем и открыла свое истинное лицо, показав, что она так же сурова и жестока, как и он, когда не проявил милосердия к протестующим. Всегда присутствующее фото Елены. На, кажется, каждой стене склад-клад впечатления, что это что-то, что, вероятно, требуется в каждом доме страны. Ее всевидящие глаза наблюдают за гражданами нации и их вынуждают держать его там, чтобы показать свою любовь к ней. У Елены была сделка с американцами, которую она хотела заключить, когда они будут экспортировать кабальт из страны. Американцы должны были получить около 30% акций, но хотели увеличить до 51%, то есть обрести большинство прав, и Елена потеряла бы полный контроль. И на это Герберт заметил и использовал в своих интересах в конце эпизода. Знал, что Елена не собиралась участвовать в сделке, и использовал ее желание голода, власти, расширения, не желая показаться слабой, и обратил ее против людей, которым она доверяла, показав уровень доверия, который он накопил, спасая ее от протестующего строителя, пытавшегося убить ее. Этого человека видели, как он терялся во дворце несколько раз во время эпизода. И хотя это было забавно, всегда казалось, что это имеет широкое значение и вернется. И такое случилось, потому что именно в этот момент Елена увидела, что человек, которого она нанимала, проявляет в себе ту животную, мясницкую натуру, что была в нем. Сбек, очевидно, человек, недовольный своей собственной жизнью по ряду разных причин, причины, в которые нам еще предстоит убиться. Но то, как он причинял себе боль в своем отчаянии, и то, как он излучал свою ярость на человека, который проник в дом, с кровью везде, и ему пришлось быть оторванным от него, определенно, есть еще что-то, что мы еще должны увидеть. Несмотря на то, что все, с кем тесно работает Елена, считают ее немного сумасшедшей женщиной, нетрудно увидеть, что ни у кого из них нет мужества сказать ей, что они на самом деле чувствуют, что делает наше завершение с Зубеком гораздо мощнее и важней, почти как будто впервые она слышит правду. Они позволили ей выйти на сцену перед всеми, выглядеть глупо, плохо поющей. При этом все просто сидели и суживались, но все говорят, что она великолепна. Зубек рассказывал ей то, что чувствовал, проявлял страсть и эмоции, и ей нравилось это. Она слушала его и верила, когда он говорил, что доктор и Сьюзен сговорились против нее, что привело к их выведению из дворца. Похоже, что отсутствие чего-то, над которым она почти на все 180 градусов изменилась, больше ее не волнует. Приходя от криков, я дышала им, находясь в самой абсурдной незараженной зоне, которую когда-либо видела, к состоянию, когда это ее совсем не волнует, и вместо этого она сосредотачивается на желании разгромить слабых и стать всеобъемлющей фигурой. Интересно, что Зубек задумывает. Позже, что он будет верен Елене, но также кажется, что он будет кукловодом, а Елена – марионеткой. Видимо, он единственный, кого она сейчас доверяет, и поскольку, кажется, они становятся ближе, интересно будет увидеть, что произойдет. Они разделяют мечты, судя по всему, разговор был несколько запутанным, но когда они говорят об этом, казалось, что это больше о том, что они на одной волне и понимают друг друга. Общий обзор? Думаю, это было хорошим началом сезона. Съемки были высокого качества. Будь то цветокоррекция окружающего пространства, которая придала дворцу и окрестностям глянцевый вид, или разные ракурсы камеры, подчеркивающие чувство беспокойства при выполнении задач. Определенно отражает стиль сериала «Наследники», и я рад, что это так, ведь почти год отсутствовала подобная вещь. Это не попытка стать «наследником», но определенно чувствуется вдохновение, просто стилем. Кит Уинслет была великолепна в этом первом эпизоде. Сегодня я не так часто ее вижу, но при просмотре этого осознаю, насколько она хороша как актриса. Она точно крала первый эпизод для меня. Ее заботность и полное равнодушие были заразительными и весело грубыми. Представляю, что у нее есть и более темная сторона, поэтому надеюсь, что это будет исследовано. Мне также очень понравилось выступление Андрея Рисбора. У нее не было много времени на экране, но я считаю, что те маленькие моменты, которые у нее были, были действительно смешными, и можно было почувствовать, что она чувствует себя одним из немногих людей, кто держит свою голову на плечах. Поэтому с нетерпением жду возможности увидеть ее еще. Я видела ее только в нескольких работах, но должна быть причина, по которой она номинирована на «Оскар». Я уважаю то обстоятельство, что мы не получили сразу три или две серии. На мой взгляд, это указывает на то, что каждый эпизод, возможно, является сильным сам по себе. И вы не рассчитываете на выпуск нескольких серий за раз, чтобы привлечь зрителей или заинтересовать, или связать первой частью сюжета вместе. Настроен положительно. В шоу всего шесть серий, предполагаю быстрый темп, против которого может быть, но, надеюсь, структурировано хорошо. Завоевал интерес с самого начала. Будем надеяться улучшиться. Вот объяснение конца первого эпизода режима в мысли о первом эпизоде. Поделитесь в комментариях ниже. Спасибо за просмотр видео. Встретимся в следующем.